Всем привет! На мастерскую попало новое колесо Gotway Begode RS. Клиент заказал поставить пластины, поменять покрышку на шермановскую, также сделать герметизацию и установить педали Hex. Начинаем! Есть обновление по сравнению с предыдущей Pro и тем же супексом обычным. Другая плата отличается от Pro версии. У нас наконец-то появились уплотнения. Резиночки такие беленькие. Они мягенькие. Наверное что-то будут изолировать. Ну колонки и в Pro были. Тут стандартная схема. Вот в в принципе ничего нового не добавляют. Но сразу видим, что другое крепление мотора. Не такое, как на Pro и супекс. Это уже интересно. Ну а по поводу как всегда расположения и прикрепления кабель менеджмент так сказать. Вот тут. Но это у нас делает завод. Тейп. Ну Gotway без тейпа. Никуда конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Опа. И тут сюрприз от китайцев. Хотел открутить вот этот винт, который держит стойку. Мне надо ведь снять мотор. И тут такое дело, что надо снять кулер перед этим. А как снять кулер? Он держится тут крепко. Оказывается он просто приклеен на герметик, на компаут какой-то китайский. Субтитры сделал DimaTorzok Мотор разобран. Тут сейчас у нас мощные подстегники стоят. Новый формат так сказать. Это раньше у нас были 6203 и все, мы больше ничего не видели. Сейчас вот такое как в Монстре, как в V11. Подшипник тут маркировки стоит 6824. Как бы есть продажи в Украине, тоже есть. В принципе неплохо смотан он так красиво. Обработал лаком по классике в три слоя пластиком. Я уританом в последнее время не пользуюсь. У меня канистра пластика и я мажу кисточкой. Баллон большой расход и кисточкой намного больше проникает и экономней. Намного удобней. Смазал крышки тут пару слоев. Магниты пару слоев. Ну а обмотку в три слоя. Я никогда так не делаю. Никогда не снимаю пыльник. Кто-то говорит заводу надо смазывать подшипники. Но я всегда доверяю. Если меняю, то я ставлю SKF какой-то брендовый, в котором по-любому есть смазка. А вот при переборке колеса старый китайский. Ну с нового колеса я редко когда меняю на SKF. Редко когда просят. Но тут же эти подшипники большие. Я колесо туда, ну подшипник туда-сюда поводил. Мне звук не понравился. Я подумал, мало ли, может он сухой. Открыл. Может кому интересно будет, что тут вообще внутри по смазке. Смазка якобы есть. Но она очень густая конечно. Я ее туда позапихивал на дорожку. Подшипник стал туже ходить. И звук меньше стал. Якобы как будто бы он сухой был. А тут по бокам просто смазка лежит. Между шариками на сепараторе и все. Вот мы запихиваем туда смазку. И реально звук пропадает. Не знаю, я никогда таким не занимался конечно. Были бы, ну если бы это обычные 62.03, я просто поменял бы их. Да и все. Просто эти подшипники стоят как бы немало денег. Поэтому попробуем на этих покататься. Пыльник я снял легко. Он тут вообще еле держится. Кромку никакую не повредил. Снимал с внешней кромки. Тут проблем, я думаю, не будет никаких. Он легко ставится. Сейчас будем вставлять мотор. Обработал стык между мотором и крышкой. И обработал тут, ну не полностью посадочное место, а вот тут где подшипник садится уже в упор к самому статору. Пальцы бережу. Глаза. По сути он руками сел. Даже не надо никаких съемников. Просто руками садится. Такое посадочное место. 20 киосков подряд. Жорма такая, такая, такая. Вот и все. У вас прошла секунда, а у нас прошло 2 недели. Мы собрали мотор, а после этого клиент все-таки решил поменять подшипники, так как он живет в другом городе. Чтоб не катать туда-сюда. Решил сделать все сразу. Он заказал NTN. Вышло 80 долларов за 2 штуки. Для сравнения 6203, которая стандартно идет по все колеса SKF. Вышло 3,5 долларов всего лишь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, интересно все же, как в нормальных подшипниках дело обстоит со смазкой. Итак, для сравнения. Китайский подшипник родной и NTN Япония. В этом видно, что шарики меньше и их больше. И смазка совсем другая. Тут мягкая, а тут какая-то твердая пластичная смазка. Ее намного меньше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также клиент пожелал пластины поставить. По материалу выбрали алюминий 4 миллиметра. Сделали в потай. То есть вот эти винтики не соприкос... ну они вообще плоскость держат, не выпирают. Также пришлось просверлить дополнительные отверстия, так как тут было всего два. Что пластина нормально держалась и еще два отверстия в стойке просверлили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok итак колесо у нас готово поменяли подшипники установили пластины загидроизолировали арку колеса корпусе и также мы установили покрышку от шермана она залезла сюда хорошо но шипы тут была куча мелких шипов это последствия отливки резины все пришлось обрезать чтоб не терла сейчас идеально и также как вы видите мы установили хексы сюда после тест-драйва стало ясно что этот угол просто нереальный я поездил километров наверное 5 и уговорил клиента все-таки сделать угол чуть-чуть поменьше стерли болгаркой и заполировали потом зачистил кругом получилось неплохо теперь отличный и не давит косточку спасибо вам за просмотр лайки и комментарии я на это надеюсь удачи вам до свидания а Продолжение следует... Продолжение следует...